В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бумажные извещения и автоматизированные пункты. Новые правила оказания услуг почтовой связи. Я рисую победу. Подведены итоги творческого конкурса. Десятки залпов и килограммы пиротехники. Как происходит подготовка к праздничному фейерверку? Далее расскажем обо всем подробно. Рост популяции носителей опасных заболеваний и угрозы для жителей города. К таким последствиям может привести, казалось бы, безобидная привычка подкармливать бездомных животных. В период теплого времени года Департамент городского хозяйства настоятельно рекомендует горожанам ответственнее относиться к кормлению бродячих кошек и собак. Такое проявление сочувствия к животным может повлечь за собой размножение опасных насекомых и грызунов, контакт с которыми опасен для здоровья. Домашние животные давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но, к сожалению, случается так, что быстро наигравшись с котенком или щенком, люди выбрасывают вчерашних любимцев на улицу. В нашем городе много неравнодушных, которые не могут пройти мимо бездомных животных. Подкармливают их зимой и летом. Но суп или хлеб недельной давности, оставленные где-нибудь во дворе или на канализационном люке, не лучшая еда для кошек и собак. Зато ее очень любят крысы и тараканы. Люди, когда выкидывают на крышке люка какое-то безобразие, которое мало того, что пахнет, разлетается, вороны тут слетают, грачи, бегают, разные кошки, собаки, которые, в принципе, почти не едят это. Это больше, наверное, птицы едят. Тут же вечерами могут прийти и мыши, и крысы, которые у нас в городе тоже есть. Просто мы их не видим. Это все-таки ночные животные, но они существуют. Еще и вышли черные тараканы, которые тоже живут в этой среде. И они не будут размножаться, если их не начнут мы искусственно прикармливать. Тиф, чума, бешенство, геморрагическая лихорадка – это лишь малая часть болезни, которые переносят крысы. Золотистый стафилококс, альмонеллу, вирусы гепатита, менингококковую инфекцию и тараканы. Было в свое время несколько обращений, что у нас крысы в районе пруда Борового. Мы сейчас ежегодно, вот уже четвертый год, обрабатываем эти территории против крыс и мыши. То есть борьба ведется с ними. Против тараканов ведется борьба непосредственно, что они не по... Ну, ползают они по улицам, а в определенных местах. Если вам не безразлична судьба бездомных животных и вы хотите помочь им, то делать это надо так, чтобы не мешать окружающим и не создавать опасных ситуаций. Подкармливать их подальше от детских площадок и других мест, где проходит много людей. Покормили животного, уберите за собой, но не оставляйте тарелочки, блюдце или просто так накиданное, потому что тут следом и мухи, потом осы. В нашем городе работает приемник для животных «Подари жизнь», который по возможности принимает в свои стены бездомных кошек и собак, помогает в стерилизации и поиске нового дома. Вы всегда можете помочь им кормом и лекарствами, а может быть даже найдете там своего четвероногого друга. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. С расширением рынка электронной коммерции нагрузка на отделение почтовой связи значительно увеличилась. За первый квартал этого года Почта России обработала более 95 миллионов почтовых отправлений, из них более 1 миллиона посылок. В апреле вступила в силу новая редакция правил оказания услуг почтовой связи, которая подразумевает альтернативные способы оповещения о поступлении отправлений, такие как СМС, уведомления в мобильном приложении или по e-mail. Подробности далее. Почта России оптимизирует свою работу и отказывается от повторных уведомлений клиентов о получении почтовых отправлений. Но самое долгожданное новшество для всех клиентов почты – это, конечно, упрощенное вручение посылок. С июня этого года клиенту при получении почтовых отправлений не нужно будет заполнять бланки и проводить больше времени в очереди. Для этого нужно подать заявление в отделении почты. То есть первоначально клиент должен прийти с паспортом в почтовое отделение, заполнить регистрационную форму, оставить свой контактный мобильный телефон, впоследствии на который будет приходить код по СМС, и уже впоследствии он будет получать почтовое отправление по этой упрощенной системе. Нововведение не коснется посылок с наложенным платежом и регистрируемых почтовых отправлений. Новые правила помогают не только сократить время на выдачу посылки, но и сделать эффективную зону хранения. В целях повышения качества обслуживания клиентов сокращаются сроки хранения на почте крупногабаритных почтовых отправлений. Посылки внутренние и международные отправления экспресс-почта ЕМС теперь хранятся в отделении почтовой связи 15 календарных дней, после чего они возвращаются по обратному адресу. Срок хранения клиент может продлить до 30 дней. Для этого нужно обратиться в почтовое отделение заявление, в котором указать, какое именно почтовое отправление он получит в течение месяца. Но эту услугу Почта России предоставляет на коммерческой основе. То есть спустя 15 суток за хранение посылки нужно будет заплатить. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На территории трех муниципальных образований Нижегородской области устанавливается четвертый класс пожароопасности. В зону особого риска вошли Саров, Дивеевский и Вознесенский районы. Напомним, что при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности устанавливается запрет на посещение лесов. Кроме того, запрещено разведение костров, использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У Саровчан есть возможность получить бесплатные путевки в филиал Центра санаторно-восстановительного лечения и реабилитации. Там принимают детей в возрасте от 7 до 15 лет. Центр расположен в подмосковном поселке Чеховский. Для оформления документов необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники. Департамент культуры и искусства приглашает Саровчан принять участие в акции «Классика на каждом шагу». В преддверии лета лавочки в городском парке решили украсить цитатами классиков и помочь в выборе самых красивых и поэтичных храз могут все желающие. Присылать цитаты классиков о природе можно на электронный адрес с 10 по 20 мая. 13 мая в конно-спортивном клубе Саров состоится открытие сезона. В этот день пройдет областной турнир по конкуру. Участниками состязаний также станут клубы «Феникс» из Орешков и «Арзамасский конный двор». Приглашаются все желающие. Начало в 14 часов. Конно-спортивный клуб Саров находится слева сразу за третьим КПП. Подведены итоги городского творческого конкурса «Я рисую победу». В нем приняли участие ученики и педагоги детских садов, общеобразовательных школ, детской художественной школы и учреждений дополнительного образования. В Большом зале администрации прошло награждение призеров и победителей. Подробности в следующем репортаже. Варвара Коршунова участвует в конкурсе «Я рисую победу» впервые и сразу завоевала диплом победителя. Для девочки это первая серьезная награда. Свою работу она выполнила вместе с мамой. На создание подделки, посвященной Великой Отечественной войне, ушло около месяца. «Я рада. Участвую в конкурсе. Я рисую победу и быть победителем». Полине Косарим повезло чуть меньше. Девочке вручили диплом участнице. Но Полина не огорчилась. Она уверена, это награда всего лишь начало ее творческого пути. И в следующем году ее ждет победа. Я на своей работе изобразила надпись «Девятого мая» и «Вечный огонь», так как он символизирует вечную победу и память о тех, кто встал за нашу Родину и сражался до последнего. Творческий конкурс «Я рисую победу» в Сарове проводится в седьмой раз. На суд жюри было представлено более двухсот работ. Вручая дипломы и подарки, председатель комитета приемных семей Ольга Флотская пожелала юным художникам быть еще более активными. Это дань, дань подвигу нашему русскому народу, не только тому солдату, который воевал, но и тем людям, которые давали этот щит на местах, это и дети, которые рыли окопы и так далее. Память должна оставаться, пока мы живы, пока наши дети живы и помнят. Такой войны не должно повториться. Спонсором конкурса «Я рисую победу» выступила компания «Саровинвест». Юным художникам вручили дипломы и памятные подарки. Ирина Вышигородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Школьники нашего города вновь читают вслух. На этот раз выбор организаторов проекта Дворца детского творчества пал на повесть Антуана де Сенте и Кзюпери «Маленький принц». Необычная сказка для детей и взрослых, написанная в период Второй мировой войны, оказалась актуальной и сегодня. По-прежнему люди ищут в «Маленьком принце» ответы на вечные вопросы о смысле жизни, сущности любви и дружбы. Кто-то из этих ребят заканчивает четвертый, кто-то пятый класс. У них впереди вся жизнь, в которой обязательно найдется место размышлением о смысле существования и человеческих отношениях. Но уже сегодня они могут задуматься о том, что такое настоящая любовь и дружба. И поможет им в этом «Маленький принц». Мне очень понравилось, что «Маленький принц» полюбил этот цветок. Мне очень понравилось описание цветка, то, что оно может иногда за себя постоять, а иногда просто требует, чтобы его защитили. Ученица 15-го лицея Алина Сильвий Струк осилила пока только половину произведения, написанного в период Второй мировой войны. Но девочка уже успела уловить то, что автор хотел рассказать своему читателю с помощью сказочных образов. Автор этого произведения хотел сказать о том, что главное в жизни то, что мы все люди, мы все можем любить. И главное не потерять то, ради чего ты хочешь добиться. Участники проекта успели прочитать вслух всего лишь первую треть великого произведения. По сути, лишь его вступление. Но, как признаются организаторы, задача не заставить читать, а сделать так, чтобы ребенок захотел познакомиться с произведением самостоятельно и ответить себе на важные вопросы. «Маленький принц» – это такая аллегория. Он есть в каждом из нас, по большому счету. Только надо уметь рассмотреть эти хорошие качества и выделить их, чтобы дальше «Маленький принц» превратился в большого короля или королеву. И помогал людям. Проект «Читаем вслух» успешно работает в стенах Дворца детского творчества уже второй год. За это время школьники смогли познакомиться с произведениями отечественной и зарубежной литературы. В следующем учебном году будет еще больше интересных авторов и книг. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Девятое мая – один из немногих дней в году, когда с наступлением темноты небо озаряется тысячей огней. Десятки килограммов пиротехники окрашивают облака в золотой, белый, зеленый и красный цвета. Как выглядит салют в небе, знают все. А вот как происходит процесс подготовки к зрелищу, расскажем в следующем репортаже. Первый залп клубы дыма вырываются из установок на лицах нижегородских пиротехников. Облегчение. В небе расцветают огненные цветы, значит, все идет по плану. Все подключено правильно, и зрители получают удовольствие от зрелища. Готовиться к шоу, которое занимает от силы 10 минут, ребята начинают больше, чем за 4 часа до момента X. Выгружают оборудование, расставляют его в нужном месте и порядке. Надо это все дело подключить, проверить, все оттестировать. Соответственно, убедиться, что на позиции нет никого, ничего, что ветер не на зрителей. Салют, который нижегородцы привезли в этот раз в Саров, был особенным. Впервые были использованы установки размером 6 дюймов или 150 миллиметров. Заряд для такой мортиры весит почти 300 граммов и взлетает на высоту 150-200 метров. Со стороны кажется, что выстрелы хаотичны. На самом деле для каждого такого шоу прописывается целый сценарий. По нему видно, как надо расставлять мортиры и остальные изделия. Здесь прописано, в каком порядке, как надо подключать к пульту. 4 часа интенсивной работы позади, все подключено, проверено и отодвинуто на безопасное расстояние. Очень хочется, чтобы сейчас, когда взлетят первые залпы и начнут разрываться в небе, люди с заграждением, те, ради кого, собственно, все это и делалось, сделали... Ребята говорят, что именно это самая лучшая награда для пиротехников. Подробно о работе пиротехников расскажем в одном из выпусков программы «Дело по плечу» на канале 16. Не пропустите. Кирилл Васенин, Владимир Лесик, служба новостей, Саров, 24. Спорт во имя Великой Победы на стадионе Икар прошел второй праздничный турнир по футболу среди любительских команд нашего города. За правообладание главным трофеем соревнований Кубком Победы боролись 8 сборных представителей различных учреждений. О том, кто стал победителем турнира, расскажем далее. В память о трагических днях войны, о тех, кто подарил нам мирное небо над головой, вот уже второй год подряд, 9 мая, на стадионе Икар встречаются любители футбола нашего города и борются за Кубок Победы. Помнить тот великий подвиг, который совершили наши предки. И мы вот так вот чтим, выходим и играем в футбол. По словам организаторов турнира, в этом году на поле встретились практически равные по силе команды. В нескольких встречах сильнейший определялся только по пенальти. Матчи проходили в сокращенном варианте, в формате миди. Два тайма по 12 минут. В олимпийской системе, скажем, кубковая система, сразу на вылет, там, те команды, которые выиграли, проходят дальше, борются за Кубок. Те, кто проиграли, играют в утешительный турнир. Ну, по три игры все команды сыграли. Обладатель Кубка прошлого сезона Дюсш Икар в этот раз не смог удержать лидирующих позиций. В финал вышли команды МЧС «Искра» и «Динамо ВЧ», представленные военнослужащими Саровской дивизии. Хотя у последних турнир начался нелегко. Первая игра далась нам трудновато, как бы, начало сезона. Мы, как бы, сейчас входим в сезон. Получилось так, что сыграли в ничью, было много моментов, не забили. По пенальти, ну, удача на нашей стороне была, мы выиграли. Путь к победе шел по нарастающей. Второй матч турнира они сыграли уже со счетом 2-0, а финал уже 5-1. На церемонии награждения дипломы были отмечены лучшие игроки и вратари. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.